Читать между строк регулярно пытаются специалисты центра ЖКХ, заявили жители дома 25 по улице Фрунзе. По их словам, все просьбы коммунальщики истолковывают по-своему. Жильцы хотели, чтобы специалисты восстановили разрушенные бордюры подвальных приямков. Именно об этом они написали в своем обращении. Приехали рабочие и заложили подвальные окна кирпичом. А если будет пожар, не дай бог, а вопрос не праздный, потому что пять лет назад у нас действительно в этом подвале был пожар. И нам его заливали именно через эти окна. Артамонов Михаил Александрович, это начальник производственного отдела, он нас заверил, что приедут пожарные, вы не переживайте. Они легким движением разрушат кладку в один кирпич и потушат вам пожар. А если вы потом захотите восстановить эти окна, то всего лишь надо дождаться капитального ремонта и за дополнительную плату они вам их восстановят. Жильцы обратились в пожарную часть с целью провести экспертизу правомерности действий коммунальщиков. Но для того, чтобы проверка состоялась, нужно предписание стройнадзора. Еще в одном заявлении члена совета дома говорилось о том, что у входных дверей второго и третьего подъездов необходимо выровнять асфальт. В непогоду насквозь и образуются глубокие лужи. Чтобы зайти в дом, приходится в них наступать. Еще под дверью образовалась дырка, и эта вся лужа еще проникала у нас в подъезд. В итоге написали заявление, и ЖКХ тоже одно слово какое-то прочитала, входная дверь. В итоге они взяли нам и подняли двери. Во втором подъезде у нас стоит домофон, они сняли этот домофон и не ставили обратно. Дверь открыта. Жители второго подъезда жалуются, что, во-первых, у них дверь открыта, сквозит постоянный сквозняк, так еще и начали бомжи ходить и просить еду. В третьем подъезде во время работ коммунальщики скололи лампу. Председателю пришлось писать повторное обращение уже с просьбой исправить переделки и восстановить домофон и плафон. По словам Ирины Новичихиной, с проблемами в работе сотрудников центра ЖКХ жители сталкиваются постоянно. Во втором подъезде зазорился стояк. Мы вызвали сантехника. Он пришел в подвал, открыл люк и выпустил все фекалии просто на пол. На вопрос, а что дальше, он сказал, ну теперь пусть подсыхает. Однако после личной встречи председателю дома с директором МУП-центра ЖКХ Николаем Шестопаловым на многие вопросы нашлись разумные ответы. В том числе выяснилось, что закладка подвальных окон и асфальтирование приямков – экстренная мера для устранения аварийного участка. Из-за уклона дорожного полотна на придомовой территории вся вода сходит к подъездам и стекает в те самые приямки, подмывая фундамент. Для того, чтобы эту ситуацию не допустить, самой аварийной ситуации, когда этот приямок либо обрушится туда, а не дай бог еще, если и пострадают люди. То есть было принято какое решение? Вот до проведения капитального ремонта непосредственно заложить эти окна, места примыкания к фундаменту заасфальтировать. Как утверждает Николай Шестопалов, это не самое дешевое решение. Проще было бы бросить на приямки решетки и оградить лентой. Специалисты выбрали оптимальный вариант в соответствии с бюджетом дома. Будут проводить капитальный ремонт, восстановить все это дело. Двери, по-моему, уже подняли в этом году. В следующем году по весне центр ЖКХ, соответственно, сформирует там ступеньки и все остальное. Сделали красиво, чтобы можно было эксплуатировать до момента, пока все-таки не привезло в порядок то место перед подъездами. Главной проблемой оказалось отсутствие коммуникации между специалистами, которые проводили работы, и старшие по дому. Сотрудники центра ЖКХ по какой-то причине не согласовывали и грамотно не обосновывали этапы устранения неполадок до их реализации. Отсюда негодование жителей дома и непонимание действий специалистов. С этим директор предприятия пообещал разобраться. Также Николай Шестопалов напомнил, для того, чтобы выяснить тот или иной момент, подать заявление или написать обращение в управляющую компанию, достаточно скачать приложение «Госуслуги дом». Там есть вся необходимая информация и вкладки для обратной связи.